итак всем привет с вами канал фторянин выходного дня сегодня будет видео про баню которая по черному просил мой коллега из риги показать какая у нас баня по черному вот сейчас мы покажем поехали вот так наша баня по черному выглядела в 2009 году а вообще ей столько лет наверное сколько моей жене потому что жена говорит сколько я себя помню столько помню эту баню поэтому баня очень старая но тем не менее она функционирует она служит мы паримся каждую субботу паримся сегодня тоже будем париться в 2009 году было принято решение что-нибудь с баней сделать поэтому был залит фундамент вокруг бани 9 на 5 была с баней снята крыша и баня оказалась внутри нового здания внутри нашей дачи вот она стоит она как была так и осталась без всяких изменений мне ничего не изменилось поехали в баню вот так выглядит наша баня по черному чем отличается баня по черному от бани по белому тем что баня по черному нету трубы примерно в 2010-2011 году была переделана вот эта печка вот эта печка была переделана кому интересно я потом могу про нее рассказать где какие расстояния было сделано крыльцо или как ступеньки использовался природный камень два штучки как раз подошли был положен под пол положен десятка пенополистых стирол и сверху ничего не помогает надо стяжка и был немножко сделан глубже фундамент под 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 будущую печку котел у нас старый единственное коллеги на работе сварили вот такой каркас для камней а здесь у нас в этом котле горячая вода камни камни жена в том году меняла молодец поскольку мы с первым раз таким делом столкнулись что камни мне казалось что камни вечно нет камни перегорают сгорают и пришлось камни эти менять потому что начинаем париться пара нету потом конечно все изменилось у нас такая есть сушилка глибы яблоки шиповник ну то есть помылись положили сушим также еще остались здесь гвозди остались гвозди на балки на которых свое время вот они да видны на которых свое время здесь коптили мясо сало говорят очень был тяжелый процесс несколько дней нужно было коптить надо было в дыму подкидывать постоянно дрова здесь есть слив слив там сделан примитивный просто да но я хотел ставить этот самый как он называется трапик то есть чтобы задерживать но потом я решил что все таки через слив идет вернее я долго думал почему это баня столько лет и служила и она живая потом я понял что то получается там идет в этой трубе идет вентиляция получается настоятельная пути двери постоянно вентилируется поэтому баня сохранилась до сих пор единственное что было там была прибита доска была прибита доска вот ну скамейка и вода попадала там часть бревна сгнила я его вырубил и поставил туда доску так на пену на шурупы также полочки эти палочки нас это поднимается чтобы можно было мыться вот вот такая баня конечно уже печка начинает потихоньку потихоньку печка начинает шевелиться печки уже наверное лет 9 уже огнеупорный кирпич там он повысыпался повысыпался огнеупорный кирпич здесь уже начинает пошел керамический кирпич ну пока еще живет живет как у нас как как из этой бани выходит дым когда мы топим топка у нас вот прямо здесь при топке нагреваются там не нагревается вода примерно мы подкладываем трижды зимой 3 летом 2 летом 2 вот и потом дверь у нас когда мы топим открывается надо заметить что принцип как в этой бани как в русской печи сделан порог то есть дым у нас здесь начали задерживается только потом уходит наружу для чего порог чтобы больше тепла оставалось скажем ну для бани потом выходя сюда предбанник дым выходит через люк и уходит на крыше стоит такой тоже колпак там отверстие 60 на 60 конечно часть дыма выходит и через крышу основная масса дыма выходит здесь вот примитивная баня по черному нет ничего такого нет ничего сверху естественного все гениальное просто все гениально просто ну зачем надо следить за тем что если у нас скажем много образовывается сажи на досках то ее нужно периодически скажем сметать поскольку сажа очень легко возгорает загорается поэтому периодически надо ее ощущать чтобы не было беды вот такая баня конечно я думаю там уже все не совсем хорошо но она живет она нас вполне устраивает мы двоих попариться нам вот так хватает даже порой приходится лбом открывать дверь выскакивать когда очень много пара поэтому все у нас хорошо здесь да еще что интересно здесь в этой бани потолок сверху утеплен песком то есть раньше тоже не было таких современных материалов как сейчас поэтому люди поступали то что у них было под рукой по уму по уму и я не стал его убирать он как был там так и остался не стал менять поскольку еще раз нас устраивает сколько пара сколько чего поэтому баня утеплена сверху у нас песком то есть как это вот были еще времена была сделана так она осталась вода у нас холодная прямо здесь баню заносим ну что поджигай спичка вот там на окошке там сухой спирт лежит сейчас он сам найдет ну вот так происходит топка дым проходит огонь через камни часть сюда наружу подымается до боталка потом ищет место где выйти немножко задерживаться там где порог над дверью и пошел пошел ну и мы пошли дым пошел и мы пошли отсюда такой небольшой рассказ рассказ про черную баню кому интересно чтобы какие вопросы спрашиваете не стесняйтесь всем пока с вами был канал и черная баня основной вопрос что грязный выходишь грязный не выходишь никогда грязные не выходили грязными конечно запах бани отличается от запаха бани по белому пар отличается в этой бане от пара в бане тоже по белому нам нравится правда конечно все устраивает все устраивает да ну конечно есть свои трудности постоянно лампа закоптевается это мы свет искусственный поставили для съемки ну это все мелочи главное что есть баня веники дубовые уже будем третий раз да ими париться веники с дуба сегодня не видно пока 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 что пока пока не